Продолжаю ежедневные короткие выпуски моего видеодневничка, рубрика «Камчатка. День за днём». В этой рубрике я рассказываю, что в разные годы века минувшего происходило на нашем полуострове. 1956 год. Выходившая в посёлке Микояновске газета «Микояновец». Многотиражная газета «Комбината имени Анастаса Микояна». Сейчас, кстати, посёлок Микояновск называется Октябрьским, если кто не знает. А комбината не существует давным-давно. И, соответственно, газеты не существуют тем более давным-давно. Кстати, газета прекратила существование гораздо раньше комбината. Её выпуск прекратился в конце 50-х годов. Итак, газета «Микояновец» в 14 день января 1956 года публикует заметку «Шахматный турнир». В посёлке Микояновске с 3 по 14 января проходил шахматный турнир на первенство рыбокомбината по шахматам за 1955 год. В полуфинальных играх приняло участие 27 человек. В финал вошло 12 человек. Игра, пишет газета «Микояновец», проходила в острой, напряжённой борьбе. В финальной игре впереди шёл учитель Микояновской средней школы Иван Захарович Захаров. В финальной игре Захаров проиграл партию товарищу Чекурникову, а вторую сыграл с товарищем Маликовым в ничью. В результате первенства в турнире занял товарищ Кондратьев, набравший 7,5 очков из 10 возможных. Второе и третье места подели между собой учитель Захаров и ученик девятого класса этой школы Владимир Никаревской, набравшие по 7 очков. Четвёртое место занял рабочий товарищ Овчинников и пятое рабочей торговой базы товарищ Задорожный. Заводской комитет профсоюза и комитет комсомола комбината имени Микояна, пишет газета «Микояновец», наградили почётными грамотами участников. Занявших первенство в турнире. Напомню, это была рубрика «Камчатка день за днём», 14-й день января. Мы читали газету «Микояновец» 56-го года века минувшего.